здравствуйте сегодня я бы хотел сделать такой необычный обзор двух телефонов apple это iphone 5 и iphone 5s в чем заключается необычность обзоров я не буду рассказывать про этих телефонов это уже на вкус и цвет кому-то нравится android кому-то нравится windows mobile вот кому-то нравится и тут на вкус и цвет как говорится товарищи нет хотел бы вам рассказать именно проблемах с которыми может столкнуться счастливый обладатель данных аппаратов так сказать о болезнях этих телефонов вот я хочу рассказать сразу о двух аппаратах потому как болячки на них похоже поэтому буду делать обзор сразу на 2 это у нас 5s это просто 5 батареечка у меня здесь одна вот они по сути похожи это батареечка 5s она отличается лишь тем что на один контакт у нее меньше чем у просто пятерки но для демонстрации этого вполне хватит вот пожалуй начнем с кнопок начиная с третьих моделей 3g 3gs выпала всегда были проблемы с кнопками как-то боковые кнопки 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 включения кнопки home также переключатель на беззвучный режим достаточно часто эти кнопки выходят из строя вот либо просто отваливается шлейф либо разваливается кнопка ну шлейфом не то чтобы отваливается он обламывается на 3g 3gs там такой столик пластиковые на котором расположена кнопка включения вот ее частенько продавливали либо же в зазоры кнопок где ходит сам толкатель попадала влага то есть это мог быть конденсат увлажные руки все что угодно по сути и контактные площадки просто окислялись собственно очень много этих кнопок выходит из строя вот еще есть такой момент на кнопочках у apple располагается такой пластиковый толкатель помимо основного шильдика на самих кнопочках еще есть такой именно пластиковый толкатель зачастую он просто отваливался ну и осыпался в корпус соответственно либо кнопка либо целиком шлейф шли под замену не избежали этих этой так сказать участи и два представленных телефона это 5 и 5s также у них достаточно часто выходят эти кнопки из строя и подлежат замене причем по большому счету у них идет как бы износ со временем они вот как говорится пластиковый толкатель как я уже говорил он просто отваливался либо кнопка сама разваливалась но хочу заметить в данных моделях по поводу кнопочки home еще на 4s было так сказать предпринята попытка избавиться от данного дефекта когда вот в щели между самим пластиковым толкателем и дисплеем попадала влага от рук ну либо просто от дождя либо просто конденсат соответственно контактная группа окислилась и шлейфик вот этот вот расположен шлейфик по сути на всех аппаратах линейки apple также видоизменен там различные контактные группы но суть его остается и неизменный шлейфик вот и уже на нем сама кнопочка на 4s была попытка я не даже не знаю удачно и неудачно но вот устранить этот дефект с внутренней стороны вот этой кнопочки вот будут он была сделана такая резиновая юбочка то есть как бы кнопочка и со стороны шлейфа кнопочку закрывал такая резиновая юбочка которая в свою очередь на двухсторонний скотч клеилась к дисплейному модулю вот ну тут если быть точным к тачскрин и таким образом это предотвращало попадание влаги но по различным причинам не буду их озвучивать чтобы не заниматься анти рекламой рекламой не суть важно не буду озвучивать эти причины на 4s данная проблема не ушла также кнопки home достаточно часто выходили из строя ну не будем на 4s мы сейчас говорим опять 5s ну так вот на 5 и 5 с эта проблема в принципе как бы устранена не совсем конечно но уже достаточно для того чтобы не называть это болезнью кнопки выходят ну я бы сказал редко из строя вот чем на 5s эта кнопка уже является как бы считывающий отпечаток далее поговорим о батарейках есть у них такой небольшой недостаток также как и в четвертой линейке они имеют вот такой вот шлейфик и по сути своей клеются корпусу так они вставляются что в пятой мы немного побольше от 5s но чтобы было видно на вставляется в корпус и здесь на двухсторонний скотч приклеивается корпусу что в пятом что в 5s сделано это для того чтобы батарея в корпусе не играла не дребезжал и чтобы от скажем так использование вот этот шлейфик не был поврежден ну как у нас любят пользоваться телефонами и храняют бьют пинают и прочее 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 вот соответственно достаточно часто от каких-то физических повреждений ударов падений батарея либо отскакивает от корпуса и появляется такой эффект что телефоном болтаешь и там батарейка болтается как погремушка вот в этом случае могу только посоветовать чтобы отнести его телефон в мастерскую чтобы вам быстренько эту батареечку приклеили в этом нет ничего сложного для этого нужно открутить два болта снять дисплей и просто напросто проклеить батарею на двухсторонний скотч если этого не сделать то также от вибрации может повредиться шлейф либо он может выскочить из разъема вот так как по большому счету разъема здесь сидят достаточно жестко плюс ко всему здесь идет пластина который закрывает эти разъема и как бы прижимает их что на 5с что на пятерки здесь вот расположены крепежи болты на пластину и поэтому по большому счету разъема у них выскакивают редко чаще шлейф отрывается аппарат перестает включаться такой вот у них распространенный дефект есть далее есть от скажем так падение еще один очень нехороший дефект это выходит из строя модем хочу заметить что конструктивно лучше всего у apple получилось 44 с конструктивно в плане сохранности системной платы при физических воздействиях то есть падение и прочие удары вот достаточно часто сама плата выживала даже если аппарат все остальное там начинает дисплеев задней крышки даже деформации серьезной рамы вот сам аппарат сама системная плата оставалась жива достаточно было все поменять и обратно включался что многим спасала их недавно 5 и 5s не могут похвастаться данной так сказать удачной конструкцией я не знаю удачные в плане вот именно сохранности после физического механического воздействия очень часто у них вылетает модем и ваш аппарат благополучно перестает видеть сим-карту крайне геморройный ремонт крайне затруднительный и я бы хотел сказать достаточно дорогостоящий и вообще при ремонте модема аппарат особенно если был солидный удар с учетом того что практически все микросхемы 5 и 5s да и у четверок ну у 5s вообще все зале на заводе залит компаундом то есть для того чтобы поменять что-то нужно снимать компаунд при этом может при еще раз оговорюсь если был достаточно сильный удар может пойти там компом пойти трещинами как бы могут скажем так отвалиться другие микросхемы в общем очень 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 плохой дефект вот но также достаточно распространен на этих аппаратах поэтому единственное что могу посоветовать не ронять очень и очень он боится этого боится падений также но это уже буду говорить что болезнь бывает вылетают управление изображением и аппарат изображение рыбе либо перекрашивает либо дач перестает работать либо недалеко от модема стоят управление звуком вот и у вас как бы перестает работать кнопки громкости звук перестает воспроизводиться хотя вроде все остальное работает то есть такой вот слабое место у данного аппарата дальше а хотел бы еще что сказать по поводу зарядных устройств тоже какой-то причине не знаю наверное старались сделать как лучше но получилось не очень потому как на предыдущих моделях с этим тоже случае бывали но не так часто как на на 5 и 5 с очень они боятся скажем так привередливы даже они боятся к плохим зарядным устройством плохим в плане именно не тем что шли в комплекте хотела как показала практика и те что шли в комплекте периодически выводят аппараты из строя бывает не часто но бывает очень часто именно зарядное устройство которое просто куплены на стороне дешево так сказать и сердито вот а еще автомобильные зарядные устройства вот автомобильные зарядные устройства просто как киллер для этих двух аппаратов 5 5 с выводят из строя на ура убиваются питания а конкретно микросхема у 2 просто в вышибают ее на глухо вот при этом выражается это как аппарат может либо не включаться либо еще распространенный дефект аппарат включается вот при этом не заряжается хотя индикация идет вот а лишь и заряжается и греется достаточно сильно также есть еще встречался такой дефект аппарат работает даже заряжается при этом относительно сильно греется скажем не так сильно как должен бы но все-таки греется вот ну и даже заряжается но при этом если разрядилась батарейка ниже 15 процентов вот то аппарат уже больше ее не зарядят он будет просто показывать индикацию и при этом разряжать батарею в ноль соответственно включаться он перестанет вот если как бы люди некоторые пользовались не давая разрядиться меньше 15 процентов в итоге все эти аппараты все равно рано или поздно умирали то есть она такая микросхема если начала умирать то умрет совсем и навсегда ну банально ее замена сказать что сложно не скажу ну в общем меняется она относительно по средней цене и достаточно быстро что хотел сказать по поводу разъемов очень часто забивают разъемы питания на всех в карман туда попадает всякие пыль мусор сигареты табак просто забивается при этом вставляем человек утрамбовывает утрамбовывает бывало в телефон разъем влазит буквально на пару миллиметров и торчит за разъем был забит наглухо совет ну что никакие иголочки не надо это иголочки вы можете память ламельки да конечно тот кто умеет он может почистить иголочкой вот это как бы получше вот но остальным советую ну хотя бы зубочисткой еще лучше просто пройти с зубной щеткой вот этого будет вполне достаточно если вы не будете запускать сильно грязь особо не видно конечно в разъемах хорошо видно на белых айфонах с белым корпусом там белый разъем и вот в нем грязь достаточно хорошо видно по сути основные болячки я рассказал вот очень боится падений и боится влаги для тех кто хотел бы сам поменять в принципе данные аппараты разборны если у вас достаточно терпения есть инструменты звездочка очень тоненькая для торцевых двух болтов и крестовая отвертка пинцета скальпель по поводу того как снимаются дисплеи многие снимают дисплей присоской кто-то снимает лопаткой не скажу какой способ лучше не буду хвалить только или иной метод до присоской снимать удобно но можно повредить крепежи иногда даже лопает в тач ну то есть кто как снимает не буду говорить просто скажу что возможно такие варианты я например предпочитают снимать очень тонким скальпелем прохожу по замкам и как бы не царапая и не загибая не заламывая корпус снимаю дисплей вот но тут кто кому как удобнее в принципе его разбор достаточно показан на ю тубе в различных видео поэтому углубляться особо не буду лишь добавлю что все на болтах вот вот здесь расположен шлейф кнопки вот это боковые кнопки также идет она под платой на кнопку включения все это снимается переставляется все на болтах конечно вам придется разобрать весь аборат снять плату открутить все болты вот еще раз говорю аккуратно и у кого хватит терпения тут это может сделать причем никого не призываю к ним действиям все если что на свой страх и риск вот так же здесь то есть как бы как я уже сказал аппараты подобны конструктивно вот так же шлейф с разъемом питания вот меняется он проходит под полифоном вот это динамик звуковой вот он собственно здесь вот они 5 и 5с на этом основные их неисправности бы закончены остаются конечно много других неполадок но как бы они такие уже более специфические более как бы единичные вот основные болезни которые я вам сказал это вот именно то что происходит практически ну и сказать чтобы со всеми с большей массой этих аппаратов потому как пользуемся мы все по большому счету ага абы как абы как в плане того что и падают они у нас и мокрыми руками мы берем есть конечно люди которые в чехольчик носят тряпочками там различными бамперами вот пленочками причем некоторые пленочками пытаются защитить дисплей что конечно у них не происходит да и не может произойти по сути ну все как бы стараются ничего хорошего особо из этого не получается поэтому выявляется вот различные дисплеи различные болезни я конечно умышленно не говорил о том что дисплей бьются потому что как бы не считаю это болезнью это тот десерт который просто очень распространен но это не болезнь это просто механическое повреждение в результате как бы неаккуратного использования аппаратов всем спасибо понравилось подписывайтесь ставьте палец вверх буду выкладывать еще такие вот специфические обзоры именно по болячкам различных аппаратов свидания